Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм-канал Амаркетс, в котором на каждой дневной основе мы постим большое количество аналитического контента по абсолютно разным сегментам финансовых рынков, разным активам, поэтому точно что-то для себя вы найдете. К повестке экономического календаря. Сегодня релизов, собственно, не будет никаких в плане значимых, на которые стоило бы обратить внимание, но до конца этой недели мы ждем еще отчет АСМ по США в сфере услуг. И поскольку сам Федрезерв на прошлой неделе дал нам понять, что каждый значимый релиз будет напрямую влиять на решение по будущим параметрам денежно-кредитной политики и, соответственно, по процентным ставкам, то этот отчет будет внимательно анализироваться не только нами. В четверг Банк Англии, заседание, и я, как предлагал вчера, скорее всего, анонсирую какую-то сделку по британской валюте, тем более, что, наверное, многие из вас уже соскучились по какому-то конкретному трейду фундаментального характера по фунту. И в пятницу Non-Farm Parals, отчет, который всем известен, самый лучший индикатор состояния американского рынка труда и, конечно же, еще больше возможностей для нас разобраться в перспективах американской денежно-кредитной политики. Ну а пока мы работаем с теми трендами, которые сформировались, и продолжаем обсуждать тот фон, который сейчас влияет на рейнчное настроение. Давайте начнем с рынка нефти. Котировки снова в районе 100 долларов за баррель. Пока что покупателям не удается набраться достаточно уверенности, что ли, или силы для того, чтобы развить то восходящее движение, которое хотелось бы увидеть. Но рынок остается в довольно широком коридоре на консолидации. Это может свидетельствовать о безыдейности, опять же, на текущем этапе и неготовности трейдеров покупать либо продавать существенным образом. Я имею ввиду неготовности к продажам либо покупкам, которые могли бы привести этот актив к новой трендовой динамике. Но этот триггер, я думаю, что будет в ближайшее время, в частности, заседание ОПЕК, который состоится 3 августа. Заранее, друзья, у нас есть информация от рейтерс, которые в свою очередь опираются якобы на источники, очень близкие непосредственно к сути переговоров. Эта информация гласит, что страны ОПЕК+, не станут менять существенным образом тот уровень нефтедобычи, который был согласован ранее, оговорен и, соответственно, закреплен в том соглашении, которое действует уже больше полугода. В соответствии с прошлыми договоренностями, напомню, что страны ОПЕК+, увеличивают на ежемесячной основе производство нефти на 648 тысяч баррелей в сутки и не более. Но мы помним, что Байден, который некоторое время назад посетил Ближний Восток, пытался все-таки убедить страны ОПЕК скорректировать текущий объем нефтедобычи и выбросить на рынок больше нефти, потому что только лишь более высокий объем производства мог бы в перспективе поспособствовать снижению цен на нефть и, в конечном счете, на топливо на внутреннем американском рынке. Заседание ОПЕК будет очень важным с одной стороны, потому что если уровень нефтедобычи действительно не изменят, это значит то, что на рынок не придет достаточное количество предложений, чтобы сломать долгосрочный восходящий тренд. И еще важный нюанс, что если страны ОПЕК не увеличат объем нефтедобычи, это будет сигнализировать о бесполезности и безрезультатности визита Байдена именно на Ближний Восток и безрезультатности его намерений убедить Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию заместить российскую нефть поставками за счет регионов Ближнего Востока. Очень интересно будет посмотреть за фактическим решением, но я думаю, как я уже отметил, я доверяю, опять же, прогнозов рейтерс, что ничего не изменится. Плюс ко всему, добыча нефти в прошлом месяце вместо заявленного увеличения, если взять ОПЕК, не организацию ОПЕК+, не более расширенное Содружество стран, ОПЕК увеличили добычу на 310 тысяч баррелей в то время, как должны были поднять производство почти на 450. То есть даже текущие параметры сделки не выполняются, и в текущих договоренностях мы видим, что реальный показатель производства растет не так динамично, как должен бы или мог бы расти. Я сторонник длинных позиций по рынку нефти, и, надеюсь, моя точка зрения может посвятить вам также фундаментальные возможности и условия придерживаться тоже длинных позиций. Дальше по финансовым активам. Европейская валюта против доллара 1.02.71. Я полагаю, что коридор 1.03.1.03.50 может стать очень интересным для долгосрочных шортов с целью теста аборитетного значения. По статистике ее, на самом деле, из значимых релизов за последние дни было немного, ну, разве что можно вспомнить последние показатели ПВП еврозоне, и он снизился с 5,4% до 4%. Индекс потребительских цен, который остается на историческом максимуме 8,9%, растет также базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары и цены на энергоносители. Это говорит о том, что инфляция в еврозоне стала практически самоподдерживающимся процессом. И я отмечал ранее, что жду, как в Англии, как в странах ЕС, что и в США, с движения индекса потребительских цен выше 10%. Эксперты JP Morgan прогнозируют, что Европейский центральный банк в этом году осмелится только лишь на еще одно повышение процентной ставки, и не более. Это повышение в сентябре на 50 байсных пунктов. Соответственно, ключевая ставка Европейского центрального банка в идеале к концу года может достичь лишь одного процента. Если сравнить с ключевой ставкой Федрезерва, которая будет стремиться к 4%, отсюда снова следует вывод, что доллар будет явно более предпочтительным активом, а евро останется в числе аутсайдеров. Не буду снова сегодня повторяться про энергетический кризис, который никуда, друзья, не делся. Эти непростые газовые отношения страны ЕС с Россией и возможность полного прекращения поставок газа на территорию Европейского Союза. Это значительный риск, который в любой момент может стать причиной значительного обвала европейского валютного актива. Доллар 105.09. Я говорю про индекс американской валюты. Все по-прежнему обсуждают рецессию в США. Несмотря на то, что по цифрам мы реально увидели, что рецессия уже зафиксирована, власти США этого не признают. Ранее мы говорили про Джанет Йеллин, который возглавляет Министерство финансов, про Байдена. Павел с этим также не согласен. Считает, что экономика не может быть в рецессии, когда все сектора ключевые демонстрируют позитивные цифры. К этому, конечно же, сразу же есть определенный вопрос, потому что вчера вышел релиз АСМ в производственном секторе, и он указал на спад сектора с 53 до 52,8. Я в начале своего выступления отметил, что у нас впереди еще завтра отчет АСМ в сфере услуг. И если он тоже разочарует, то тогда Павлу на следующей пресс-конференции можно будет задать вопрос, на какие именно позитивные отчеты он опирался во своих суждениях, что американская экономика еще не оказалась в рецессии. Интересно будет послушать, что он скажет. Как бы то ни было, действия американского регулятора сейчас предполагают активную борьбу с инфляцией. Инфляция растет? Да, она растет. В пятницу релиз по индексу расходов на личное потребление подтвердил, что инфляция остается в восходящем тренде. Это компоненты, которые будут влиять на общий индекс потребительских цен. Вот июльское значение, которое выйдет через две недели. Мы, разумеется, как и все, будем с особым вниманием разбирать этот релиз. Но я не сомневаюсь в том, что индекс потребительских цен снова будет на очень высоких значениях. Это вернет на рынок спекуляции на тему уместности повышения процентной ставки. Я не отказываюсь от этой точки зрения, потому что не сомневаюсь в том, что ФРС будет агрессивно действовать в плане ужесточения политики. Эксперты МОДИС со мной согласны, потому что они прогнозируют, что Федрезерв до конца этого года повысит ставку до 3,75%. Соответственно, у нас еще два релиза на этой неделе – ISM сфере услуг и Non-Farm Parals. Каждый из этих отчетов повлияет в какой-то мере на будущее решение американского регулятора. Каким образом, я предлагаю это обсудить уже по факту выхода этих релизов, потому что мы стараемся все-таки глубоко копать и находить причины, из-за которых стоило бы покупать доллар или нет. Но на текущем этапе, еще раз отмечу, друзья, общий фундаментальный фон за то, чтобы доллар по-прежнему удерживать в длинных позициях. Золото 1773. Вовремя мы развернулись. Золото действительно сейчас растет и использует поддержку, снижение доходности американских облигаций, локальные коррекции по американскому доллару и подтвержденного факта все-таки растущей инфляции и ухудшающейся мировой экономической конъюнктуры. Потому что все более очевидным становится факт того, что рецессия в США это не спроста. Это реальное положение дел. Поэтому ждем 1800 к концу этой недели. Если прям совсем будет очень хорошо развиваться новостной фон и события, возможно, увидим золото дороже даже сопротивления 1800 долларов за тройскую инсуну. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!